Прежде всего, откуда взялись подходы стратегические в управлении? Все началось с бюджетирования, как управлялся и как планировался бизнес в начале 20 века. То есть руководители бизнеса исходили из того, что каждый последующий год повторяет год текущий, предшествующий. И просто основные элементы, связанные с бюджетами, с продажами, производством, увеличены на какой-то процент на следующий год. Потом оказалось, что если нынешний год повторяет год предшествующий, а последующий год будет повторять год нынешний, почему мы собираемся каждый год и решили собираться раз, два, три, пять, семь лет. И родилось долгосрочное планирование. Стали планировать на много лет. В Советском Союзе тоже было планирование пять, даже, помню, разговоры про семилетку. Потом оказалось, что долгосрочные планы неэффективны, особенно Вторая мировая война, после Второй мировой войны. Оказалось, что долгосрочные планы неэффективны, потому что очень быстро развиваются разные изменения на рынках. И мы можем запланировать на пять лет все вперед, но чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, планы не выполняются. И так родились два подхода. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. По-честному, это один и тот же подход. Когда реализовали стратегическое планирование, старались отойти от долгосрочного планирования. По-честному, это не получилось хорошо сделать. И тогда родился стратегический менеджмент, где постарались от этого отойти. Основной смысл заключается в чем? Стратегический менеджмент. Мы стараемся прогнозировать развитие рынков на пять лет вперед. Мы стараемся определить желаемое нами место на будущих рынках. И мы уходим сначала в будущее, потом возвращаемся в настоящее и начинаем строить свой путь к тому месту на рынках, который будет развиваться в соответствии с нашими прогнозами. Стратегический менеджмент сейчас доминирует, естественно, основными спонсорами развития методов управления. Являются современные многонациональные компании, где каждая ошибка стоит очень больших денег, каждый успех приносит очень большие деньги. Поэтому эти компании финансируют самые разные исследования, в том числе и области стратегического менеджмента. Эта концепция была сформулирована, мы увидим, в каких годах. Основная направленность, как я сказал, прогнозирование изменений и, соответственно, выстраивание с текущего дня, выстраивание наших действий для того, чтобы занять ожидаемое нам место на рынках, которые будут изменяться. При этом отрицается важность циклического планирования. Друзья, почему это происходит? Ну вот представьте себе, кто мог подумать, что, если не ошибаюсь, в 2010 году, а может в 2011, начал извергаться вулкан в Исландии, название которого я так до сих пор не смог запомнить. Мне заинтересовалась ситуация, я посмотрел в интернете. Значит, сначала было небольшое извержение, как бы так сказать, и пепел был выброшен на высоту где-то 5 километров. Через 2-3 недели произошло большое извержение, пепел ушел в стратосферу, и, наверное, мы представляем себе, где Исландия, пепел дошел до России в районе Калининграда и накрыл даже Грецию. Кто мог себе представить, что это произойдет? И в течение всего этого времени, пока пепел висел, авиакомпании теряли 200 миллионов долларов ежедневно из-за отмененных полетов. Поэтому стараются, с одной стороны, понимаете, получается нонсенс, да? С одной стороны, мы говорим, что стратегическое направление направлено в будущее, с другой стороны, горизонт планирования резко сократился. И, в принципе, что осталось в стратегическом подходе? Осталось два элемента. Первое, все-таки мы ориентируемся на перспективу, мы стараемся прогнозировать развитие отраслей, рынков и так далее. Второе, друзья, в стратегическом подходе очень важный, что стратегический подход позволяет нам сконцентрировать ресурсы на тех рынках, которые мы выбрали на целевых рынках. В принципе, что происходит, друзья, понимаете, вот если во все это вдуматься, да? Что происходит? С одной стороны, непрогнозируемые изменения очень часто развиваются, оказывают влияние на рынки. С другой стороны, вот давайте происходим, а что же происходит с экономикой? Была эпоха производства, ну здесь, например, американской экономики, но в принципе очень напоминает Советский Союз, Россию и так далее. Вторая половина 20 века, 19 века, первая часть 20 века. Спрос на многие товары превышал предложение. В этой ситуации производителю каких-то товаров нужно было, чтобы делать бизнес, что нужно было делать? Нужно просто произвести товар и, грубо говоря, выставить его на продажу, чтобы он был доступен, чтобы его могли купить. Никто не занимался внешней средой, поиском целевых рынков. Почему? А как в советское время был дефицит, то есть вот товар, как говорили, выкинули, его тут же забрали. И поэтому компании ориентировались, сконцентрировались свое внимание на внутренней среде, на совершенствование производства, повышение производства труда, уменьшение издержек. Потом наступила эпоха сбыток, эпоха сбыток, когда предложение стало превышать спрос. И в этой ситуации уже оказалось, что нужно стараться найти покупателя. Потом оказалось, что нужно не покупателя, а покупателей. Стали искать какие-то целевые рынки. И сейчас мы живем в эпоху маркетинга, или какая-то информационная эпоха, когда предложение многократно превышает спрос. И есть изобилие различных товаров. И в чем заключается стратегический подход, друзья? С одной стороны, мы смотрим на рынки, которые стали неоднородными. Мы стараемся найти для себя наиболее перспективные целевые рынки. С другой стороны, компании анализируют свои ресурсы. И они стараются подстроить свои ресурсы под те стратегии, которые они будут использовать для захвата новых рынков. Поэтому, если здесь преимущественно компании ориентировались на внутреннюю среду, на совершенственное производство, если здесь основное внимание было обращено на внешнюю среду, то сейчас, в принципе, разработка стратегии включает в себя оба компонента. Поиск наиболее перспективных рынков во внешней среде и, соответственно, корректировку ресурсов, которыми мы обладаем. Итак, если два слова сказать о том, как выглядят основные альтернативные пути развития бизнеса. Можно говорить, что, в принципе, бизнес может стабильно развиваться, наращивать обороты, увеличивать продажи. Бизнес может резко увеличить обороты, например, то есть компании, ну, какие там примеры, там Dell Computers или Apple, так сказать, в несколько раз. Вот, компания может быть в стагнации, то есть, в принципе, она как бы не умирает, но, тем не менее, в общем-то, сильно не растет. Вот, и компания может бороться за то, чтобы выжить. Ну, самый плохой вариант я не стал помещать, когда компания закрывается, продается и так далее. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, давайте возьмем два наиболее оптимистичных варианта. Да, стабильное развитие и увеличение оборотов. Какие есть альтернативы? Может быть, компания может поставить во главу угла максимизацию денежных потоков. Компания может поставить во главу угла развитие производства, которое чаще всего связано или же со снижением издержек, или же с технологическим превосходством. Вот, и компания может поставить во главу угла агрессивный сбыт, ну, или что-нибудь еще. Давайте посмотрим, вот, какие из этих подходов сейчас используются, какие из них перспективны. Максимизация денежных потоков. В принципе, если мы хотим просто заработать немножко денег и, так сказать, потом заняться чем-то временем, подход хороший. Да, почему? Потому что если мы изымаем деньги из оборота, это очень хорошо, у нас растет наше благосостояние, но мы не инвестируем в развитие бизнеса, поэтому, скорее всего, в долгосрочной перспективе успеха у нас не будет. Развитие производства, уважаемые коллеги, очень характерный подход для многих отечественных, ну, в принципе, сейчас мы говорим в компании, в принципе, они все называют заводами и предприятиями, да? То есть они или же выпускают дешевые товары с низкой добавленной стоимостью, хороший вариант, как вы считаете? Должен вас огорчить, друзья, дело в том, что среди дешевых товаров тоже есть конкуренция, понимаете? И не очевидно, что если я буду выпускать просто дешевый товар, то у меня его будут покупать, только потому что он дешевый. Вот. Что-что? Автовазм нужно подписать. Ну, давайте не будем указывать пальцем, хотя есть автомобили намного дешевле, дешевле, чем наши, так сказать, да? То есть технологическое превосходство, понимаете, компания может выпускать невероятно, вот я приводил студента, например, что такое технологическое превосходство? Я говорю, ну, представьте, вот инженеры очень хорошие, очень увлеченные своей специальностью, идеями, они взяли и разработали мобильный телефон размера сбулаочных уголовок. Технологические совершения невероятные. Есть, правда, небольшая деталь. Человек чихнул и не может найти свой телефон. Понимаете? Поэтому товар прекрасный, то есть чудо техники, есть небольшая деталь, его никто не покупает. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому развитие производства во главу угла ставить тоже не рекомендуется. Почему? Вроде все нормально, но, друзья, как бы бизнес есть бизнес, понимаете? Мы должны делать немножко по-другому подходить. Агрессивный сбыт. Уважаемые коллеги, невероятно характерный подход для современных наших компаний. Мне кажется, это уж осталось еще с советского времени, причем я с этим сталкиваюсь, даже вот работая с компаниями, которые из бывшего социалагрия, из Восточной Европы. Они привыкли, что они что-то произвели и, как говорится, отгрузили. Автоматически пришли деньги. В советское время, когда вы что-то произвели, мы были молодцы, потому что ставились очень высокие плановые задания, и его очень трудно выполнить. И когда мы произвели, это все классно, все хорошо. Сейчас, если мы что-то произвели в наше время, в современной, скажем, в современной рыночной ситуации, можно безошибочно сказать всего одну вещь, что мы попали на издержки, что мы понесли расходы. А что будет дальше? Мы заработаем, мы выйдем в ноль или мы потеряем убытки. Это уже как бы дискутабельный вопрос. Поэтому, как работают настоящие стратегии современные, друзья? Они сначала находят наиболее перспективные отрасли и в отраслях наиболее перспективные рынки. А потом думают, а какие товары они могли бы предложить этим рынкам, чтобы добиться на них успеха, потеснить конкурентов. У нас подход принципиально иной. Чаще всего мы сначала производим свой товар, а потом пытаемся его куда-то приткнуть. Чаще всего агрессивная рекламная компания, невероятно агрессивный, ведущийся эмоционально нашим менеджерам по продажам, так называемый, они навязывают товар. Друзья, ощущение очень интенсивного бизнеса, есть небольшая деталь, частью прибыль бывает очень мало. Почему? Потому что навязывая товар, мы тратим деньги на рекламу, мы даем скидки дистрибьюторам и так далее, где-то играем ценой. И получается, что вроде все работают, вроде все устали, денег нет. К сожалению, уважаемые коллеги, если хотите, давайте подискутируем. Очень характерно для современной России. Очень часто. Ну, вот есть один подход, вот такой, да? Вот этот подход на сегодняшний день считается наиболее актуальным. То есть, мы сначала, вот вне этого, мы сначала находим любые перспективные отрасли, перспективные рынки. Потом мы стараемся найти на этих наиболее перспективных рынках целевые группы потребителей, с которыми мы можем сработать с наибольшей вероятностью лучше, чем конкуренты. Вот, а тогда уже мы начинаем планировать разрабатывать продукты, выпускать их, грамотно продвигать, продавать. Если вернуться к эпохе маркетинга, у Жанка говорит, что происходит? Когда рынки наполнялись товарами, человек чаще всего покупал функцию. Ну, вот, мне трудно определить ваш средний возраст. Думаю, что кто-нибудь вспомнит. Важно ли было, какой у вас мобильный телефон в 99-м году? Он у вас или был, или у вас его не было, о чем с вами тогда вообще говорить, да? Вот, друзья, и в то время компания могла дать объявление, мы предлагаем там телефон Ericsson на 15% меньше, чем на рынке. Давали объявления на весь локальный рынок, тратили деньги на рекламу, но прибегала куча людей, которые хотели купить телефон Ericsson на 15% дешевле. Когда они же приходили, оказывается, там не на 15% и не дешевле, но они уже пришли. Сейчас попробуйте дать объявление. У нас хороший телефон на 15% дешевле. Мы потратим деньги на весь рынок, неизмеримо более значительные, чем в 99-м году. Вот, а прибежит какая-то небольшая группка, которая хочет купить просто телефон подешевле. Поэтому, что компания идет? Почему? Потому что по мере наполнения рынков товарами, покупатели начинают самопроизвольно дробиться на некие группы, которые специалисты называют сегментами рынка. И грамотная компания, сейчас мы посмотрим, вот на таких рынках чаще всего не пытается работать со всем рынком. Она старается увидеть существующую сегментацию, какие-то сегменты отместить, с какими-то работать. Соответственно, три основных подхода может быть. Одна из классификаций. Недифференцированный массовый маркетинг. То есть мы предлагаем всем один и тот же товар. Привести примеры из цивилизованного бизнеса современного очень сложно. Ну, в принципе, хрестоматийный пример, когда известная вам компания Coca-Cola, наверное, сто с лишним лет назад предлагала всем покупателям один и тот же напиток, который сейчас называется Coca-Cola Classic, в одной и той же пудурке, в одной и той же цене. Почему сейчас это очень плохо работает? Потому что покупатели на очень многих рынках раздроблены на группы. И, понимаете, если мы пытаемся двигать продукт на весь рынок, мы тратим большие ресурсы, а покупает все равно одна небольшая группа. К сожалению, для российского современного бизнеса этот подход очень характерный. Мы, вот так вот если вдуматься, уважаемые коллеги, что происходит? Мы сначала ориентируемся на агрессивный сбыт. Мы сначала выпустили продукт, не тот, который кому-то нужен, а тот, который мы привыкли выпускать. И потом мы пытаемся его навязать всему рынку, используя подход агрессивная продажа. Дифференцированный маркетинг более цивилизованный подход, посреди ту же Coca-Cola. Она предлагает спрайт для тех, кто не хочет засохнуть. У нее есть параллельно там Coca-Cola Classic, Coca-Cola Diet Coke, там Zero и так далее. Зависимость от интересов, так сказать, соответственно, они их по-разному продвигают, соответственно, они их по-разному продают и так далее и так далее. Ну и сконцентрированный маркетинг, когда мы выбираем какую-то определенную нишу. Ну, чаще всего ниша это какой-то сегмент, малоинтересный для могучных конкурентов. Ну, представьте себе, скажем, малобюджетные планшеты для слабовидящих людей. Пока ими не занялись такие компании типа Samsung, Acer и так далее, а кто-то на этом делает деньги. Поэтому же, коллеги, возвращаясь к российскому современному бизнесу, к сожалению, доминирует вот этот подход, который по умолчанию, по определению малоэффективен. Поэтому ожидать высокой эффективности бизнеса, когда мы носим воду в сети, понимаете, в решете просто необоснованно. Нужно менять подходы к управлению. Если вернуться к стратегиям. Да, друзья, тут я заслуживаю, да нет. Значит, в принципе, я вам одно из определений стратегии попытаюсь на память продекламировать. Решение менеджмента, касающееся размещения ресурсов на целевых рынках для построения конкретных преимуществ. То есть мы работаем на целевых рынках, не на всех рынках, да, мы грамотные люди, мы используем дифференцированный маркетинг. При этом мы четко понимаем, что на этих рынках у нас покупают не наши товары, не наши услуги, у нас покупают конкретные преимущества. Как мы их можем построить? Мы должны использовать имеющиеся ресурсы, на вылазе ресурсов реализовать стратегии, которые направлены на построение конкретных преимуществ. В принципе, очень много есть классификаций и так далее, но выделяют такой подход. Компания сначала выбирает то, что это кооперативная стратегия. Компания выбирает области деятельности, где она будет, не будет работать. Ну, классический пример из российского бизнеса. Вот мне студенты привели Тинькофф. Кто помнит, компания начинала с пива ресторанов, потом внезапно стала интернет-банком. Как вы считаете, а почему принято такое решение? Я купил пиво, по-любому, ходит пиво. Большая часть. То есть, вы считаете, что у них одна и та же клиентская база, так сказать, да? Нет, ресторан в случае не оставили. Ну, друзья, еще хорошее соображение, в нашем духе, конечно, есть всякие соображения, друзья. Как вы считаете, почему... Да, прошу вас. Увидел новый нишу, а на деньги от прошлого бизнеса от слова нового. А если он увидел, прекрасно, если он увидел пять новых ниш, почему он выбрал эту, как вы считаете? Наиболее, ну, развивалось. Как это по-умному сказать? Сформулировать. Ну, перспективный стартап. Ужанка, Олега, ну... Ну, друзья, все, что вы говорите, я полностью согласен. Единственное, мне хотелось бы сказать, что, когда профессионал об этом говорит, он говорит, профессионал ищет отрасли с растущими объемами продаж. Да, понимаете, то есть вот сюда укладывают все, и что и нет конкурентов, там и так далее. Понимаете, вот отрасль с растущим объемом продаж, вот она наиболее, наиболее, наиболее интересна, да? Вот, поэтому вот то, что у нас очень редко делают, понимаете, вот как работают современные стратегии. Вот блестящий пример Тинькофф, да, он занимался пивом, ресторанами, увидел перспективный отрасль, сделал интернет-банк. Классно, великолепное решение совершенно. У нас, к сожалению, это единичное решение, хотя многие компании, понимаете, ну, есть такая компания Toyota, да? Они с чего начинали, вы знаете? Что они изначально производили? Они производили швейные машинки, да? Почему они перестали выпускать автомобили? Может быть, они пытались сделать швейную машинку, но в результате получился автомобиль, но более вероятно, что они увидели большие перспективы в отрасли производства автомобиля. Это то, что у нас не очень хорошо делается или не делается. Потом, когда мы уже выбрали отрасли, мы стараемся на них выбрать целевые рынки, мы на рынках разрабатываем некие бизнес-стратегии, которые являются комплексом функциональных стратегий, маркетинг, информационной технологии, там кадры, там и так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что вы согласитесь, уважаемые коллеги, что вот мне приходится контактировать с людьми, которые управляют бизнесом в России, иностранных компаний, российских компаний с российскими собственниками, российских компаний с иностранными собственниками. Очень часто этот процесс, в частности, этот процесс очень сильно искажен. Понимаете, даже вот мы, я продолжаю работать в науке с теми людьми, с кем я раньше работал в международном бизнесе, как-то с одним коллегой разговаривал из Штатов, он говорит, а что, говорит, вот есть же, говорит, ты посмотри, есть специальные работы, просто хронометрируется деятельность менеджеров, какие задачи они в течение рабочего дня, там, недели решают, сколько они тратят времени, там, и так далее. Ну и что получается? Получилась фантастическая вещь, друзья. Мы сравнили задачи, решаемые нашими менеджерами, используемые технологии, с теми, что делают американские менеджеры. Но я не хочу сказать, что совпало вот до десятых долей процента. Но совпадение получилось очень серьезное. Эффективность совершенно разная. В общем, к сожалению, эффективность не у нас. Почему? Очень часто вот все эти инструменты, которые мы применяем, мы их называем вот так, но реализуем не так. Почему это происходит, как вы думаете, друзья, на ваш взгляд? Ну, давайте себе представим. Вот был торговый представитель, который в России называют менеджером по продаже, да? И представим себе график. Вот здесь откладывается объем продаж, вот здесь откладывается время. Вот у него был вот такой объем продаж. Потом его отправили на хороший тренинг по продаже. Что произошло с объемом продаж? Классно. Он упал. Почему? Тренинг-то хороший был. Почему он упал? Потому что человек стал задумываться над тем, что он раньше делал на автомате. Для того, чтобы человек увеличил объем, когда он ведется на рабочее место, с ним должен заниматься какой-то специалист, который умеет формировать навыки, да? Потому что у человека делать что-то по-новому за 2-3 дня совершенно невозможно научить, да? Вот у нас-то не происходит. Обычно у нас происходит страшная вещь. Человек возвращается к себе. 2-3 недели он думает, переживает. Потом он начинает возвращаться к своим прежним навыкам, но он считает, что он все делает по-новому. Это касается и продаж, и переговоров, и стратегий, и так далее. Ну, это проблема не только характерна для России, но в России она сейчас достаточно остра. Ну, в двух словах, друзья. Если мы немножко решили вернуться к стратегиям, да? Сначала желательно нам определить, что такое рынок, да? Ну, вот очень хорошая схема, которую разработал отечественный маркетолог Игорь Сергеевич Березин. Она мне очень нравится. То есть вот мы рынок определяем как? Ну, вот предположим, недвижимость, Живая география в Ростове, покупка молодыми семьями со средним доходом, бюджетная, да? Предположим, да? Вот мы можем рассматривать этот рынок, что с ним происходит. Если мы решаем, строить нам какую-то недвижимость или нет, да? Мы хотим посмотреть, а что происходит с этим рынком. Если емкость рынка растет, то есть объем продажи растет, да? Ну, возможно, стоит этим заниматься. Если он, скажем, не растет, возможно, этим заниматься пока не стоит. Вот, соответственно, я, друзья, о чем я хочу сказать? Мы должны, когда мы выбираем отрасли, рынки, самый первый вариант, самое первое, на что мы должны обратить внимание, должны найти отрастущие отрасли рынка, где растут объемы продаж. Для этого мы должны идентифицировать, что такое рынок, потому что каждый это понимает по-своему, так сказать, да? Вот, и когда мы это идентифицировали, давайте посмотрим, что, в принципе, по-честному есть, каждый рынок проходит некие этапы. То есть издап формирующегося рынка. Потенциальная емкость рынка, сколько будет денег, если купят все, да? Высокая, фактическая, сколько купили, далека от потенциальной, в течение года, до двух-трех лет, топчется на месте. Ну, вот для меня это, уважаемые коллеги, это, например, в России продажи моноблоков, не в России, в Ростове, продажи компьютеров моноблоков физическим лицам. Вроде предложений много, в интернете сотни, покупают в основном, ну, университеты, может, некие компании. Стоит ли инвестировать в этот рынок, в продажу моноблоков? Ну, наверное, нет. Потому что непонятно, если он и пойдет вверх, непонятно, когда он пойдет, он нужно не пойти вверх. Развивающийся рынок. Фактическая емкость рынка может расти в год 20, 30, 50, 40, 50%. Ну, какие сейчас наиболее растущие отрасли или рынки? Приведите, пожалуйста, примеры. IT. Ну, IT, это что там совершенно такое? Нет, ну, конечно, можно выделить там ноутбуки, которые умирают, и смотфоны, которые набирают на породы, и они уже на самом деле не кратились. Ну, шлемы, ВИА. Да, сигареты может быть. Я сейчас удалек от этой отрасли. Друзья, ну, вот по аналитическим данным, одна из самых многообещающих отраслей – это производство мобильного софта, где емкость в течение, там, с 12 по, по-моему, 17 год должна увеличиться, там, 8 раз. Или же, скажем, вот, в автомобильном видеорегистраторе. То есть там тоже емкость очень сильно растет. Я даже читал, что очень крупные компании к этой отрасли присматривают типа HP. Думают выпускать там Hewlett Packard, наверное. То есть развивающийся рынок – это тот рынок, где имеет смысл начинать бизнес. Потом что происходит? Фактическая емкость рынка приближается к потенциальной, более или менее начинает буксовать. Это большая часть рынка, в которой нас с вами окружает. Продукты питания, одежда, там, и т.д. Имеет смысл здесь начинать бизнес? Уникальность есть? Что это правильно? По поводу уникальность – это очень хорошее замечание. Вы знаете, вот у меня были срегиссирования с одной командой, они занимаются фарм-дистрибьюцией. И вот они тоже мне говорят, мы, говорит, должны быть уникальны. Я говорю, друзья, нет проблем. Посадите ваших менеджеров по продаже на верблюдах. Вы будете уникальны. Это предложение. Это предложение. Предложение, чтобы вам на верблюде приезжали? Конечно. Нет, ну никто ж не приезжает. Никто ж не приезжает на верблюде. Уважаемые коллеги, уникальность должна быть в том ключе, который будет позитивно воспринят целевым рынком. Понимаете, потому что я могу наделать, у нас тоже очень любят, наделать уникальное предложение, там чайник с выходом в интернет. Понимаете? Вот, это классно, но… Уникальное торговое предложение. Друзья, уникальное торговое предложение. Еще раз, один простой. Друзья, понимаете, вот когда рынки наполнялись товарами, люди покупали функцию, и они были более-менее однородны. Этот подход, вот именно в этом ключе, как вы говорите, он был очень интересен. Когда рынки раздробились на сегменты, друзья, какой автомобиль лучше? Мерседес или Мерседес Е-класса, или, скажем, Шевроле Кобальт? В любом случае не стоит. Э, нет. Понимаете, Мерседес – классный автомобиль, но Шевроле Кобальт хотя бы немножко дешевле в обслуживании. Друзья, это зависит от тех целей… А это расходы? Нет, это цели, уважаемые коллеги, все зависит от целей, которые я преследую. Поэтому на сегодняшний день сказать, в целом, вот этот продукт проходит… Здесь идет и сегментация, которую вы говорите. Вот сначала сегментация, потом сравнение продуктов, потом уникальное. Все это открыло, уважаемые коллеги. Мы можем сделать уникальное предложение, но если это не нужно целевому рынку, то он ее прогнорирует. Извините, если вас немножко расстроило. Да, уважаемые коллеги. Значит, на сформированном рынке мы обычно ищем растущие сегменты. Я вам хочу напомнить, что в свое время огромный рынок смартфонов в свое время был небольшим сегментом рынка мобильных устройств. Давай, коммуникаторы и смартфоны, да? Ну и деградирующий рынок, когда емкость падает. Ну какие деградирующие рынки мы видим сейчас вокруг себя? Нет, ну может быть, может быть за то время… Бумажные книжки, наверное, да. Друзья, DVD-плееры, наверное, да. Нетбуки, наверное, они уже умерли. Вот, если они последние деградируют. Ну естественно, друзья, смысл в чем? Что если мы уже работаем на этих рынках, да, то обычно компании там возникает вопрос, могут ли они уйти или нет. Если они не могут уйти, там скажем, ну это будет стоить много денег, так сказать, да. Они стараются найти те сегменты на этих рынках, которые наименьшей степени деградируют. Если же мы только думаем, конечно, деградирующие рынки мы должны из своего анализа, конечно, так сказать, исключать. Вот. Ну и вот это то, с чего мы начали, уважаемые коллеги. Мы сначала выбираем рынки, сначала их обсматриваем, просматриваем, анализируем. Когда мы выбрали рынки, только тогда мы формируем продуктовый портфель. Когда мы… Продуктовый портфель – это элемент конкурентной стратегии. И после этого мы разрабатываем форсиональные стратегии. Вот это вот вещь, которую у нас в России делают наоборот. У нас сначала, у нас, к сожалению, не выбирают рынки, у нас используют недифференцированный маркетинг. Для этого, как бы, всего рынка выпускают те продукты, которые мы привыкли выпускать, и потом двигают их в плане агрессивной продажи. Конечно же, уважаемые коллеги, по умолчанию этот бизнес не может быть эффективным, потому что организация бизнеса не соответствует функционированию современных рынков. Специфики функционирования современных рынков. Вот, ну, два слова. У меня есть еще пять минут. Два слова, уважаемые коллеги. Значит, там по… Два слова, уважаемые коллеги, по двум группам технологий. То, что касается персонала. Давайте отойдем от выбора рынков и так далее. Обычно как? Как действуют компании? Набирают персонал, обучают. И потом, для того, чтобы у нас человек, как бы, рос профессионально, да, то у нас делают как? У нас людей набирают. Чаще всего набирают как? Людей с опытом. Самое классическое наше объявление. Приглашаем менеджера по продаже со своей клиентской базой. Да? Вот. Друзья, опыт может быть негативным. Понимаете, в чем дело? Потом обучают. Чаще всего, если мы говорим, торговые команды, кто обучает? А тренер какое имеет образование? Нет. Я знаю, он имеет психологическое образование. Друзья, он чаще всего психолог, причем он воспитанник советских психологических школ, которые очень хорошо готовят, скажем, космонавтов, военных. Но вот там технологии продажи, ведения переговоров, я слышал, что там пока еще это не вызрело, так сказать. Вот. А вот это, уважаемые коллеги, в принципе, как работает цивилизованная система? Меня отправили на тренинг, я отвечу за целых три дня. Нет, это нормально. Друзья, научить что-то человека делать за три дня невозможно в принципе. Поэтому там немножко переворачивают сознание, дают попробовать, потом меня отправляют на рабочее место, и там человек использует технологии коучинг, которые у нас тоже искажены, начинают в течение двух, трех, четырех месяцев у меня вырабатывать навыки. И вот это вот колесо крутится, которое позволяет нам потом, я через полгода снова иду на тренинг, у меня вырабатывают, мне закладывают другие знания, возвращаюсь я у него другие навыки. Вот это колесо крутится, в конечном итоге, сейчас, уважаемые коллеги, я вам этот сладик покажу. Конечно, в итоге мой руководитель должен иметь вот такой, по моим основным знаниям, навыкам, компетенциям, такой лист, чек-лист, где он выставляет мне оценки, мы с ним обсуждаем, планируем дальнейшее обучение, и вот это должно крутиться. У нас, к сожалению, коучинг отсутствует, чаще всего. Вот, поэтому, что мы имеем? У нас человек пошел, его даже, может, хорошо научили, хотя этого редко бывает. Потом, когда он вернулся к себе, никто навыки не формирует. Человек возвращается к тем подходам, к которым он обучение персонала в достижении успеха на современных российских рынках. Вот, но этот элемент тоже, к сожалению, очень сильно страдает. И буквально, если можно, 2-2 минуты. Набор персонала. В принципе, обычно делается как? Сначала прорисовывается стоя компетенции, какие люди нам нужны. Мы подбираем чек обычно под что? Кто скажет? Вот мы набираем новую там команду, торговую там, или маркетеров. Мы подбираем чека под что? Под задачи какие-то. Еще? Под что? Это по-нашему, да, Ольга Михайловна, спасибо. Ужан, коллеги, ну, грамотные люди подбирают людей по технологии. Грамотные люди подбирают людей по технологии. То есть, да, мы говорим, давайте перепишем задачи, которые люди должны будут решать однозначно. Потом мы говорим, хорошо, а какие-то они должны быть реализовать виды технологий, чтобы решать задачи успешно. А потом, какими они должны быть, то есть, как перечень компетенций. То есть, в этой ситуации мы, что мы делаем? Да, мы отталкиваем совершенно право от задач, но людей подбираем, мы не под задачи, а под технологии, под компетенции. Потому что, понимаете, одну и ту же задачу можно решать используя разные технологии. Опять-таки, к сожалению, у нас это, мягкообразно, очень редко делается. Вот, поэтому вот у нас вот, как бы, нет, ну, уважаемые коллеги, это такой, понимаете, такой этап развития как бы менеджмента, тут ничего не сделаешь, да, то есть, прогресс несомненно есть, вот за те, там, 20 с лишним лет, что я этим занимаюсь, так сказать, да. Но, в принципе, конечно, нам еще достаточно далеко до достаточно цивилизованного менеджмента в бизнесе. Ну, как говорится, на этой позитивной ноте я хотел бы закончиться выступать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...